Этот малыш стал подарком маме Ламе к 8 марта. Родился в праздничную дату и, как говорят специалисты, уже в тот же день прыгал по вольеру и проявлял интерес ко всему окружающему. Пополнение в семействе Лам Гуанака в Центре природы ждали несколько лет. Детеныш стал не только первенцем у супружеской пары Мальта и Марта, но и первым в Абаканском зоопарке. В этом году у нас даже новый домик был для них построен, потому что зима была холодная. То есть хотелось защитить и родителей, и малыша будущего, чтобы было понадежнее. Хотя погодные условия сибирские они переносят, в общем-то, хорошо. Родители, очевидно, сыну рады. Сообща обучают его правилам общежития и поведения. Детенышу это особенно необходимо, учитывая, что скоро ему предстоит переезд в другой зоопарк, а значит самостоятельная жизнь. Случится это месяца через четыре, как только малыш полностью перейдет с молочной диеты на растительную. Кстати, 22 марта самцу исполнится уже две недели, но вот клички у него пока нет. Придумать имя питомцу сотрудники зоопарка доверили жителям республики. Уже несколько вариантов было, что Марти нам предлагают его назвать. Было смешное название Долгождан Мартович. Конкурс у нас до 31 марта продлится, там мы подведем итоги, выберем общим голосованием, какое имя нам больше всего понравится. Ну а победителям вручим пригласительный билет на всю семью для посещения нашего зоопарка. Присылать сообщения можно и на электронную почту Центра природы и приносить записки непосредственно в зоопарк. Опускать листки бумаги следует вот в этот ящик. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Ну понятно, у тебя такие вещи. Ну в общем, короче, сейчас тигры живут в отдельном огромном вольере. Без потом...